Вы видите, что происходит на государственной границе и вокруг нее. Скажу прямо, не такая это большая проблема, как ее сейчас раздули в средствах массовой информации. Но я средства массовой информации не осуждаю, потому что это носит сильный предупредительный характер. Сейчас обратили внимание на Беларусь, но таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Но сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, белорусско-литовской, латышских границ. И уже внимание начинают уделять белорусско-украинской границе. Я ниже скажу, она также беспокоит и меня, наверное, и Россию и так далее. Поэтому не такая это, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в средствах массовой информации, чтобы предупредить на будущее. И что полезно, молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие, поймут, что же это за демократия и права человека, свобода, слово там, на Западе, которые нас постоянно толкали. Какие там наши задачи? Роман Александрович, поручите кому-то в правительстве, я думаю, и Минобразование, и вице-премьер, соответствующие по социалке, надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, вот где находятся сейчас, они не хотят. Мы останемся здесь. Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрига наступает. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Наталья Ивановна, вы как-то подключились с женщинами? Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей, мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. И беременные женщины, и дети, вопрос номер один. Поэтому посмотрите, определитесь, нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Мы хотя бы их там в душу отвели, помыли и накормили. Далее. Юрий Викторович, я тебя попрошу, подвези туда сухих дров. Ну, у нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну, куда денешься? Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили. Там сегодня на утро 1790 человек в этом лагере. И 322 с польской стороны, которые они пытались сегодня ночью выпихнуть к нам. Но не получилось. И они не хотят оттуда идти. И вот они, 322 человека, сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном лагеря в районе Брузги, надо подвезти им дрова. Ну, а беременные женщины придет срок рожать. Конечно, в больницу будем вывозить. И обслуживать их дальше. Роман Александрович, Министерству иностранных дел надо поручить, чтобы они зашевелились. И в организации объединенных наций, в других международных структурах очень жестко поднимали эти вопросы. Далее. У нас очень опасная наметилась там тенденция. Это вопрос наших военных и комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот последних двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос. Идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь же хотят устроить провокацию. Столкнуться лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт. Поэтому, вот здесь министр обороны присутствует. Я попрошу, вы свяжитесь с тертелем сегодня же и определите здесь соответствующие меры безопасности, чтобы туда не попало оружие и взрывчатка. Далее. Нам надо, это делается, но тем не менее, обратить внимание, Министерство обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе. Притом в наглую, не предупредив никого. Хотя по договорам не обязаны это делать. Вы должны их видеть. И у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем, я вам таких указаний не давал, мы не разворачиваем свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы. Я просил Министерство обороны России через президента России, чтобы они подключились к дежурству на границах союзного государства. Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат, да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались, на Гомель, из Москвы, вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на поставы, с постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо, этот круг, Прибалтика, Польша и Украина должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей, мы не знаем, что они хотят. Россияне, белорусы вместе мы должны контролировать эту ситуацию. И за прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию ночью больше тысячи человек. Больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, плотно границы Германии, а может и в Германии. Вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные, выбрасывают. Их выбрасывают просто на государственную границу. И что недопустимо, я не знаю, почему СМИ это каждый день не показывают, они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю в советские времена, если бы только с определенной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты в направлении начинаешь с определенного государства стрелять. Но я не говорю тут о морали. Вы видите, что ребенок этот просит воды попить, стоят как фашисты. Гестапо включают прожектора ночью, включают громкую связь и начинают травить кого? Детей. Дети спать не могут, которых они укладывают в эти несчастные палатки. Поэтому я уже о морали не говорю. Это вы видите сами.